Резерфорд Это чисто феноменологический подход Какие у вас ассоциации? Два касающихся ядра Или два ядра, между которыми находятся Которые находятся на каком-то определенном расстоянии между поверхностями И два пересекающихся ядра Вот этот процесс касания ядер достаточно сложно описывается И описывается чаще всего феноменологически А тут надо было описать так, что хвост однодвое ядра Заходит в другое ядро наклонную плотность Наклонные плотности перекрываются И вот наложение от другого Таких-никаких ассоциаций не было Просто известно, какие предельные случаи должны быть Что плотность не должна быть больше, чем суммарная плотность И хотелось описать так, чтобы два ядра были фиксированы Когда они находятся на расстоянии Вот это задача столкновения ядер Или задача вылета кластера из ядра Когда кластер вылетает из ядра Он уже находится на определенном расстоянии От дочернего ядра И... А когда происходит этот вылет То потихоньку формируется бамп на поверхности ядра Потом кластер выделяется Происходит разрыв между ядрами И он летит И вот как-то надо было описать эту форму ядер Это распределение плотности И вот так вот получилось, что формула, которая была предложена в докладе Она неплохо описала определенные случаи для распределения плотности А если вот забегая вперед Ну, там на 100, на 200 лет вперед Вот что основная мысль, идея какая Как ляжет пазлом в какую-нибудь общую картину? Это задача столкновения ядер, слияния ядер При слиянии ядер два ядра сталкиваются Образуется одно компонент При испускании кластера из ядра материнского вылетает кластер То есть это процесс разделения двух ядер А то процесс слияния двух ядер Известен процесс разделения двух ядер Это деление, но там они очень близки по ядрам Ядра близки очень по массам и зарядам А когда и кластер, то происходит очень большая асимметрия Потому что кластер приблизительно в 10 раз легче, чем остаточное ядро Такие реакции возможны, допустим Кислород налетает на свинец, а получается ядро в слиянии Обратный процесс Самое фундаментальное из того, чем вы занимаетесь Кластер на воспадке показан в 80-м году открыт был В 84-м году открыт был Волосином и англичанами Куре был открытогонным в Волосинском институте Подтвержден через несколько месяцев И, собственно говоря, это уже открытие состоялось А это просто более аккуратное описание этого процесса Спасибо Это описание конечных систем Это такие системы, как ядра в частности И создание такой простой модели наглядной Это капля фирмы жидкости Это та самая капельная модель, о которой еще говорилось и полвека назад? Да Модель капельная Это была модель классической жидкости Для этого это фирмы жидкости А также важно, что это оказывается сверхтекучая фирмы жидкости Здесь основная трудность состоит в том, чтобы учесть эффекты конечностей системы Да, это определенные ограниченные условия В них содержится определенная физика Ну, например, поверхность может быть фиксирована Может быть подвижна Вот, сложное ядерное взаимодействие поверхностной области Граничные условия, с одной стороны, они Можно их определить исходя из каких-то физических соображений Ну, например, упругое рассеяние частиц Микроскопический подход Это написать промнение движения микроскопические И затем, делая определенные предположения Вывести их в эти граничные условия Из микроскопических уравнений Ну, например, из уравнений И если через 100-200 лет будут писать учебники по физике Какая часть вашей работы туда может войти Физика, наверное, уже будет заниматься еще более Ядро Это уже будет какая-то часть Как сейчас, например, твердое тело Или классическая гетродинамика И какие-то вот такие модели Типа капли классической жидкости Или ферми-жидкости сверхних лучей Ответствуют достаточно хорошо Необлюдаемые условия В наглядном виде Возможно, будет сформулирована такая Последовательная теория конечных систем Будет больше информации о ядерном взаимодействии Хотя, по-видимому, оно всегда будет эффективным Исходя из каких-то достаточно глубоких представлений о материи Можно ли сказать, что мы находимся на некой промежуточной ступеньке накопления знаний? Наверное, этот процесс всегда это движение вверх Всегда вверх Да, потому что предсказать, планировать трудно здесь Что может произойти Такая надежда есть И без этого, наверное, наука не может развиваться Нет, но если сравнивать отношения к науке Я говорю о фундаментальной части О фундаментальной части Может быть, вот такая деятельность фундаментальной науки Она вот в настоящее время у нее есть Эта деятельность всегда будет Она необходима для разных По разным причинам Не только для того, чтобы непосредственно развивать науку Чтобы поддерживать какой-то уровень интеллекта Который необходимый в интернете и других проблемах И просто интерес Да, такой любопытный интерес Всегда эта деятельность сохранится Потому что она, по-видимому, является необходимой Спасибо вам большое Я Не скажу Да, у нас теоретическая группа Мы сотрудничаем с экспериментаторами, естественно Чтобы не отходить далеко Предсказание того, где бы можно было эти сверхтяжелые найти Из чего бы их можно было синтезировать Какие должны быть свойства Сейчас это еще да Это не открытые ядра Это фундаментальная наука Единственное применение, которое сейчас конкретно есть Тех ядер, которые уже открыты до 117-го Это проведение экспериментов с космической техникой Которые используются на спутниках На международных станциях в космосе Которые подвергаются жесткому изучению космическому Которые находятся сверхтяжелые элементы А таблица сейчас заканчивается 117-го Скажем так, понятно, что синтез сверхтяжелых ядер Это очень сложное дело, очень затратное Поэтому нужна теория Если получать сверхтяжелые ядры, там же не видно, что вот именно это оно Мы смотрим уже в цепочку распадов В нашем случае альфа-распадов сверхтяжелых И потом уже с конца начинаем Возвращаться к начальному ядру По свойствам вот этих вот распавшихся ядер Мы понимаем, какое изначально было Что реально человек может получить В будущем, может через 100 лет там Ну может такой, не знаю Границу я не могу сказать Но 130-е, как я понимаю, получить можно А почему именно 130-е? Это условная граница, это не какой-то вот такой Условная в плане того, что кальций 48-й, который используется Этот важный маг Который замечательно работает для синтеза сверхтяжелых Он себя изживает Дальше 120-е он действовать не будет Сейчас и в наших работах, и в других работах Предполагается, что нужно использовать тяжелее ядра Кучки тяжелых ионов Но вопрос в том, что кальций был настолько хорош Что сейчас просчитывается вариант того, насколько будут хороши вот следующие ядра Они не маги И насколько они успешно пройдут свои испытания в синтезе Это покажет эксперимент И с нетерпением ждем 120-е, чтобы посмотреть, насколько наши расчеты сходятся с правой Спасибо Точное измерение КВК и получение из них параметров проникновения Прецизионные такие? Ну, с допустимой максимальной, которая нам нужна Ну, 3% там получилось, не прецизионные Это основной результат, а мысль основная? Основная мысль это Из этих сравнений экспериментов С всего лишь определить там Параметры проникновения А из них уже спиновые токи И конвенционные токи Что в этом фундаментального? Структура ядра Новая информация про структуру ядра Просто новая Ну, новая, конечно Да, из этих параметров Или новые значения параметров Новые значения Фундаментальная наука Она может привести А может и не привести А может и не привести Но если она уже приведет То уже все технологии будут подстраиваться Под то, что она приведет А ты во что веришь? То, что она приведет, конечно В обозримом будущем На протяжении нашей жизни, думаю Спасибо